МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это дело очень любопытное, это очень дело примечательное, оно непростое. Я хочу сегодня обсудить, стало ли оно яснее для нас. Потому что когда Бушкарева задержали и потом, заломив руки, вели, показывая, каким должен быть арест преступника, как террориста, вели, заломив руки в самолет, так вот за эти годы стало понятно, за эти два года, что никакой он не террорист и, скорее всего, не преступник. В чем же особенность этого дела, я сегодня хочу обсудить с гостями в студии. Один гость у меня здесь живой. Это Андрей Николаевич Пушкарев. Он главный редактор издательского дома «Золотой рок». Почему я его позвал? Потому что дело, скорее всего, экономическое. Завязано, правильно был проведен контракт, правильно определена сумма или нет. Я думаю, что здесь это будет интересно. Еще у нас на связи будет другой главный редактор газеты «Дальневосточные ведомости» Олег Леонтьевич Жунусов и очень хороший специалист в области медиа-адвокатуры Галина Ивановна Антонец. Андрей Николаевич, вот сейчас спроси вас, разбуди вас ночью и спроси, за что арестовали Игоря Сергеевича Пушкарева, его брата и сотрудника Андрея Ложникова? За что? Говорят простыми словами. Ну, есть официальная версия, которая придерживается Следственный комитет, обвинения, якобы какие-то незаконные сделки, какие-то деньги на какие-то счета были переведены или, наоборот, не возвращены. А есть версии, которые строит экспертное сообщество, их несколько, я могу назвать три схода, наверное. Главная из них какая? За что? Во-первых, конечно, это, ну, опять же, придерживаясь официальной версии, это какая-то коррупция, коррупционная составляющая. Есть версия, которая касается бизнеса семьи Пушкаревых, да. Есть версия, которая касается борьбы за власть в Приморском крае. Так, да. Ну, соответственно, есть версии, там, ну, связанные каким-то, может быть, личностными мотивами, там, что-то кого-то недолюбил, там. То есть вы лично как думаете, это дело все-таки экономическое, и в самом деле здесь людей обвиняют в том, что они нарушили уголовный кодекс, или оно вот сложное, комплексное, и здесь очень много составляющих. Вот ваша позиция. Вы главный редактор очень авторитетного издания. Вы знаете, первый раз я услышал о том, что это дело может быть раскручено, ровно за месяц до того, как оно произошло. Мне там друзья, знакомые сообщили, говорят, скоро будет громадное событие. Скоро ты ужаснешься, да, город вздрогнет. На уровне города. Ну, я подумал, ну, наверное, какой-нибудь вице-мэр опять, что-нибудь, как обычно. Или вице-губернатор, как что-то тогда было в Аризоне. Да, 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 совершенно верно. И мне сказали, вы не представляете, какое желание есть у некоторых людей получить новые звезды. Они сделают все возможное. Это, кстати, еще одна из версий. Это хороший мотив, да. Я хочу просто напомнить, говоря официальным языком, напомнить радиослушателям, что Игорь Пушкарев, его брат Андрей Пушкарев, а также Андрей Лушников, они обвиняются по различным частям шести статей Уголовного кодекса. Их обвиняют в получении и даче взятки, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и использовании заведомо ложных документов. У нас на связи Галина Ивановна Антонец. Галина Ивановна, вы слышите нас? Да, я слышу вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы тоже следите за этим процессом, теперь уже начался суд с февраля. Стало ли нам понятнее, что в этом деле кроется, или что за этим делом кроется? И можем ли мы предположить, что это дело затеивалось по личным мотивам, или по каким-то мотивам, не связанным с идеями правосудия, и продвигалось с нарушениями закона? Что вы думаете? Что я думаю? Ну, то, что у этого дела есть, и, скажем так, интересанта, заинтересованное лицо, которое где-то вот там за пределами дела, это уже стало однозначно очевидно для меня лично. Да? Угу. Ну, потому что то, как оно, во-первых, первый звоночек, это действительно вот это вот задержание такое показное, когда приехали СМИ центральные, чтобы показать, отснять громкий материал вот такой вот, обязательно подраться там с кем-то, это вот уголовное дело, якобы за расприпасами, где-то СМИ смешное, когда потерпевший не приходил, да? Вот. И потом, когда дело стало развиваться, вот все ждали, что когда же начнется оглашение там материала в дело, что же там такое-то, потому что было непонятно. И вот оно началось, и началось, ну, очень смешно, другого слова просто нет. Началось у нас нарушение, с изменения по отсудности территориальной, когда вот такое вот, ну, недоверие, даже где-то вот такой плевок такой вот своих коллег в местных суде, и что вот они здесь не могут быть объективными, а потом оглашение материала в дело, вот это, скажем так, изменение меры пресечения, когда понятно, что человек, он не опасен для окружающих, но запреты его дома, ограничить контакты, все это можно сделать, и так далее, и так далее. В феврале, когда только дело начиналось, и когда стало понятно, что все 120 томов будут заслушиваться, просто вот, кто не юрист, есть такая тонкость. Обычно, когда такой огромный материал в дело, человек, который уже отсидел долго, когда приходит стадию слушания, оглашения материала в дело, это первая вот стадия, то обычно сторона обвиняемых говорит, типа, понятно, типа, я согласен с тем, чтобы не озвучивать обвинения полностью, и переходит уже к другой стадии. А здесь, да, Пушкарев сказал, что нет, я хочу все заслушать. Хочу все услышать, да. Да, 120 томов, они этого не ожидали, вот мне кажется, что не ожидали. 120 томов, я тогда посчитала примерно, но это год будет зачитывать. Но не зря он это сказал, что он услышал такого. Да, конечно, не зря, потому что, когда стали смотреть материалы дела, а там пустые страницы, такие закладочки тоже, вот кто адвокаты занимается, головные дела не понимают, для чего это делается. Потом одни и те же документы по много раз, и по сути 120 томов эти, это вот, ну это пшик пустой там, все, что нужно сделать, собрать, наверное, в один том. И сейчас последнее, это видно, что все, суд устал, обвинение устало зачитывать, они решили ускорить. И вот последнее, что случилось буквально несколько дней назад, они решили не зачитывать все материалы дела, когда тайство было, обвинение, а только название документа. Это просто... Самое интересное. Да, это самое интересное. Название документа. Да. Конституция нашей страны. И я уже как бы говорила про это и писала про то, что здесь это дело, оно прям вот просится в ЕСПЧ, в рейтинге права человека, потому что, зная практику ЕСПЧ по уголовным делам точно хорошо, но здесь вот столько нарушений уже, по которым ЕСПЧ высказался, что вот, ну, надеюсь, там адвокаты Игоря Сергеевича жалобы готовят и подают. Да. Ирина Ивановна, спасибо, мы еще через некоторое время вам позвоним, спасибо большое. Ну, вот, в самом деле, Галина Ивановна сказала, что на суде решили время не тянуть и не зачитывать все документы, а зачитывать названия. И еще одно, что я узнал из Москвы, решили заодно еще и не вызывать свидетелей на это дело, а тоже зачитывать то, что они наговорили. Но это тоже, мне кажется, не делает суд состязательным. И сам, по-моему, Игорь Сергеевич сказал, что это такое было понятие в инквизиции, инквизиционное рассмотрение дела. Мне понравилась эта фраза тоже. Да, без прений. Так, у нас еще один гость есть в студии. Олег Тимончич Женусов, слышите вы нас? Да, слышу, слышу. Олег, добрый день. Добрый день. А вот вы что думаете? Вы опытный человек, вы человек, который занимается политической журналистикой. Я вот спрашиваю, задаю совершенно наивный вопрос. Что стоит за этим делом против нашего мэра? Как вы на него ответите? Мое мнение, дело Пушкаревых политически мотивировано. Я об этом так считал с самого начала, и мое мнение со временем лишь укрепилось. Дело в том, что оно полностью укладывается в ту линию, которую ввел бывший губернатор Миклушевский. Если посмотреть на политическую ситуацию в крае при Миклушевском, то можно было увидеть, что те главы крупных городов, которыми был недоволен Миклушевский, с которыми не сумел выстрелить отношения, которые хотел с ней, они все попали под уголовные дела. Кроме одного мэра Артема, который благополучно сказал, нет, а я поеду в Госдуму, в Москву. И молодец. Согласен, но Артем я к таким крупным-то и не отношу, но там, да, отдельная ситуация. Самое наглядное дело, на мой взгляд, это дело Рудита. Оно возникло еще за два года, это дело Пушкарева. О, у Сурицкого, ага. Громко по краю прошло начало этого дела и совсем тихо его завершение. А в апреле оно завершилось. Суд признал, что Сергей Рудита невиновен в предъявленном ему обвинении. Обвинение было в злоупотреблении служебной полномочиями, я помню, да? Совершенно верно, да. Но и полностью признать его невиновным не признали. Признали невиновным в халатности, с чем, в принципе, Рудита тоже не согласен. Но четыре года продолжалось это дело. Он там на суде рассказывал о том, что ему сказали, добровольно уйти в отставку, мы дело прекратим. Он с должности ушел, дело не прекратили. Дальше оно продолжалось. Вот четыре года, как он говорит, его истязали. Этот маховик. Как вы думаете, в отношении Игоря Пушкарева возможен благоприятный исход дела? Что суд в Москве увидит и пустые страницы, и нарушения, которые были допущены в ходе следствия, и найдет какое-нибудь справедливое решение, не только законное? Я не думаю, что он найдет справедливое решение. Но так как нет политических интересантов сейчас, осталась только инерция маховика карательного. У нас же в России доля оправдательных приговоров всегда была мала. Представление она была выше, а сейчас стремится к нулю. Ну, 0,2 процента, по официальным данным. То есть ждать, что вот этот карательный маховик как-то изменит свое направление, не приходится. Но скорость он, скорее всего, замедлит. Так как нет политических интересантов. Поэтому я думаю, что весьма высока вероятность решения дела по типу Рудитая. То есть реальный срок могут и не дать, обвинение переквалифицируют на более мягкое и, как говорится, спустят на тормозах. Ну, дай бог, да. Будет более-менее удовлетворительный приговор, но оправдательного, конечно, меня не жду. Нет, полностью оправдательного нет. В чем-то назовут его виновным. Олег Ильич, спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч. Ну вот, да, ваш коллега Олег Жанусов, он прямо сказал, что главный мотив политический. И я тоже, когда он стал говорить, вспомнил, что да, в тот момент наш тогда новый губернатор пытался выстроить отношения с уважаемыми, авторитетными руководителями муниципальных образований. Это и Находка, это и Уссурийск, это и Спаск, это и Владивосток. И так получилось, вот так получилось, что везде люди должны были уйти. И, наверное, да, Владивостокский наш городской голова, Игорь Сергеевич Пушкарев, не только не ушел, если ему предлагали уйти. Более того, незадолго до своего ареста, как раз вот весной, 12, ой, весной, два года назад, какой был год, 16-го года, он пошел на праймере с Единой России. И вполне резонно говорили, что человек авторитетный, он может спокойно зайти в заказательное собрание, и там его перспективы политические только бы улучшались. Вы как думаете, вот эта вот версия чисто политическая? Она имеет основания по самому? Да, она, пожалуй, самая такая реалистичная, скажем, она чаще всего звучала. Под ней много фактуры, да, потому что логика выстраивается именно так. Я думаю, что все названные, ну, еще ранние версии, да, они отчасти, так сказать, приклеились к этой версии. То есть кто-то еще заодно решает какие-то свои задачи. Например, там силовики какие-то, которые там, ну, очень странно себя ведут в этом деле. Очевидно, кто-то хочет звезды, кто-то хочет переехать в Москву, например. Ну, это резонно. Смотрите, ведь то, в чем обвиняют, то, что же сейчас обвиняют Игоря Сергеевича в суде, ведь эти все нарушения, они были совершены, то есть якобы с момента его прихода на должность, это восьмой год, и по четырнадцатый год. То есть это неправомерная организация, просто говоря, аукционов, что якобы он аукционы заставлял проводить так, чтобы максимальное число заказов было на его бывшую родную компанию «Восток-Цемент». И это трижды, трижды разные следователи Следственного комитета рассматривали по обращениям заинтересованных граждан, есть ли здесь нарушения в организации аукционов или нет, и трижды они отказывались. И только вот вы совершенно верно, вам за месяц сказали, да, в мае? Да, примерно за месяц. Совершенно верно, потому что приехал человек из Москвы и сказал, а я это дело раскручу. И все, что раньше, все материалы, которые шли в корзину, он их поднял и сказал, а я в этом вижу нарушение. И, конечно, я думаю, Андрей Николаевич, вы правы в том, что мы забываем, насколько влиятельные люди, которые носят погоны и в следствии, и в прокуратуре, и насколько они зависят от успешности тех дел и от громкости тех дел, которые они ведут. И чем крупнее персона, тем больше добыча потом. Это и звезды, и повышение, и перевод в Москву. Совершенно верно. Я, как, так сказать, имеющий отношение к деловым СМИ, да, могу сказать, что мы очень часто сталкивались в такой ситуации, к нам обращались бизнесмены, которые рассказывали такие истории, да. Только они, конечно, не были мэром, там, ни какие-то политические, не было никаких амбиций, а просто, говорят, вот, то есть начинают раскручиваться какие-то факты мелкие, зацепляются, а потом это перерастает в какие-то грандиозные вещи, и сходит такая лавина в итоге, которая там заканчивается сроком от 5 до 10, даже 12 лет были случаи. А потом выясняется, что просто кто-то хотел новые звезды или кто-то хотел бизнес. Переделить бизнес, да. Переделить бизнес. Я даже сейчас вспомнил, помните, вы должны помнить, это дело по первоядчинскому рынку. Да, совершенно верно. Вот это... Вот расскажите, мне кажется, оно классическое здесь, там было, по-моему, замешано следствие. Да. Пытались помнить владельцев. Да, есть документы, да, у человека, человек строит на месте какого-то там ущербного рынка огромный комплекс, да. Мы все рады, в городе появляется, наконец, цивилизованное. Первый современный рынок, когда был. Первый современный рынок, и дело за 100 порвется. Нет, и все. Никто не подпишет никакой документ. Начинается возня, там, грызня, начинаются иски, начинаются... Возбуждение уголовного дела, что это как бы неправомерное строительство. А все зачем? Чтобы вывести одного человека из состава учредителя этой компании и ввести другого. Ввести другого, там, с известными фамилиями. Фамилии, связанные с людьми в погонах. Потрясающе, конечно. Это вот такой период, в какой мы живем в нашей стране. Наверное, мы его переживем. Я даже больше этого скажу. Когда уже дело Пушкарева закрутилось, мне позвонил один человек из Москвы, который сказал так, что он охотник за губернаторами, что он работает в крупном там правоохранительном ведомстве. И он готов со мной поговорить, как с местным журналистом, чтобы я ему подсказал материал, если что-нибудь на губернатора. Но там по ряду причин встречи, к счастью, не состоялось. То есть, в самом деле, если ты политик, то ты под прицелом. Идет такая война, идет такая охота. И эти охотники нам известны. Это следствие и прокуратура. Но мы же всегда надеемся на что? Что, ладно, следствие и прокуратура, у них есть свои мотивы, но есть суд. Совершенно верно. А что нам говорят статистика дел в суде? Что если дело попало в суд, значит, оно 99,99%, если оно дошло до суда, приговор будет обвинительный, к сожалению. Совершенно верно. К сожалению, практика, что суд не спорит с обвинением в России, это очень распространенная практика. Да, и вот если ты не пошел на уровни следственной договоренности с судом, ничего не скостил, то, конечно, дело плохое. Давайте вернемся к экономической стороне дела. Итак, главу города обвиняют в том, что он давал взятки своим подчиненному, а получал взятки от своего брата с тем, чтобы вот город из казны платил компании мупу дороги Владивостока, а мупу дороги Владивостока заказывал строительные материалы у компании «Восток цемент». Насколько здесь это криминальная составляющая? Это что, просто вот такое проведение таких аукционов вообще, в принципе, невозможно было бы? Что вы думаете об этом? Ну, во-первых, да, мы понимаем, что некоторые компании, да, являются фактически монополистами на рынке. Вот где взять цемент у нас, да, кроме как не на спас цементе там? Не только что у нас, а на всем Дальнем Востоке, наверное, тут где-нибудь за Байкале есть другой забор. Я знаю, что Китай готов предложить там цемент, может быть, и дешевле, да, ну, и там другого, может быть, качества. Но все знают, что тут же будет, приедет прокурор, скажет, вы почему у иностранного заказчика, ему хотите заплатить деньги надо местных производителей? Серьезно? Поддержит, конечно, совершенно верно. У нас не пощается закупка? Нет, абсолютно, да, абсолютно. То есть, и, соответственно, если ты захочешь цемент, ты идешь на предприятие, которое находится в регионе, там, и поддерживаешь этот бизнес. Но в данном случае ты не идешь, а в данном случае муниципалитет, благодаря определенному закону, выставляет на торги или на аукцион свой заказ. Да, совершенно верно. Почему Восток-цемент побеждает? Потому что... Потому что... Потому что... Потому что, понятно, что местный производитель находится рядом, да, поставка идет совершенно по короткому логистическому пути. Можно было, конечно, там подумать, там, Московской области кто-нибудь, но это гигантские затраты. Везти шелон оттуда, да, из Москвы. Да, понятно, что выиграет фактически единственный производитель местный. Самый дешевый, самый качественный цемент здесь. Вы близкие родственники, все подумают, два пушкаревок. Да, такое лирическое отступление, да. Все же говорят, что вы близкие родственники. Я очень долго боролся, так сказать, с этой проблемой, с кавычкой. Поборолись. Да, на сегодняшний день большинство, ну, нормально за мной, если люди, да, говорят о том, что мы все прекрасно поняли, что никакой не родственник. Да вы похожи даже, только вы повыше, а такое же круглое лицо, восточные глаза. Вы из Бурятии, нет? Нет, совершенно. У меня часть родственников из Кубани, часть из Сибири, из Омской области. Ну, ближе, да. Игорь Сергеевич там где-то за Байкальем. Я был братом его, официальной версии, да. Ну, не официальной версии. Я был его... Считали, что вы брат, да. Да, отцом. И я, самое интересное, я был его сыном. Это первая история случаев, когда сын старше своего отца, да. Как вам повезло, да, быть однофамильцем такого известного человека. Ладно, вернемся к экономическим деталям. Итак, вы возглавляете, ну, как редактор холдинг, который пишет об экономике. В нашем случае, когда мы говорим о деле Игоря Пушкарева, его обвиняют в том, что, ну, ладно, его обвиняют, в том числе и в том, что Восток Цемент запрашивал слишком большую стоимость. И тем самым разорял город Владивосток. Якобы вот все те аукционы, которые выигрывал ОМУФ Владивосток, а потом покупал Восток Цемента, он покупал по цене, которая, как говорят, сторона обвинения, выше средней в регионе. Вот давайте вот вы мне это проясните. Может быть, цена выше в средней регионе, и она будет справедливой? Я не думаю, что это так. Тут даже и экономика, так сказать, на втором месте в этой, так сказать, теории. Дело в том, что, зная Игоря Сергеевича, ты понимаешь, что Владивосток для него был домом родным, и он, наоборот, свою семью заставлял работать на Владивосток очень часто. Мы до этого дойдем. Я тоже считаю, что он, как раз, вложился деньгами в своей компании, чтобы побыстрее все сделать эксамент и послесамент. Были совершенно невеликие деньги, насколько я понимаю, да, то есть какая-то сумма, которая, так сказать, ну... Подождите, почти миллиард, 800 миллионов рублей простила компания родственников. Да, что якобы вот эта взятка там и так далее, это совершенно символические деньги, да, мы понимаем, что они... На фоне тех, которые вертились, да? Да, ну, как бы мало что значит, наверное, для семьи, да. Нет, вернемся к средней цене. Вот давайте. Средняя цена. Проводится аукцион, побеждает МУП «Дороги Владивостока» и покупает у «Восток цемента» по цене, которая якобы чуть-чуть выше средней. Вы знаете, когда Игорь Сергеевич, насколько я помню, пришел, да, и начал этим делом заниматься, все эти конкурсы и так далее, он страшно возмущало, что несовершенство законодательства, эти самые там статьи, которые просто убивают вообще конкуренцию, да, и просто-напросто, ну, когда побеждают там какие-то компании, которые предлагают все, что угодно, да, просто ставят низкую цену. Да, низкая цена – это убийство. Ну, он сказал, к сожалению, мы ничего сделать здесь не можем. То есть это все открыто, это все на сайтах вывешалось, в СМИ печаталось, и итоги конкурса были открыты. Претендентов на многие вещи было много, да, понятно, что если кого-то там обделили и обошли, он тут же писал жалобу, тут же все проверялось, поэтому все это было максимально открыто. И поэтому прокрутить какую-то сцену, которая выше среднего там на рынке, это было бы просто невозможно, это было тут же сразу было видно. Ну, вот как раз, ведь все же дело, вы совершенно верно сказали, все дело закрутилось по жалобе оппонентов, которые вот посчитали, что они проиграли аукцион несправедливо. Они обратились в антимонопольное наше управление, антимонопольное управление обратилось в арбитражный суд. А что решил арбитражный суд в своей первой инстанции, вы помните? Да, но он поддержал, фактически. Кого он поддержал? Он поддержал, это, соответственно, Восток Цемент. Да, как ни странно, когда вот я же уже напомнил, что сначала три следователя ничего не нашли, и в самом деле первое решение арбитражного суда были долгие премии. Арбитраж посчитал, что нет нарушения законодательства антимонопольного не существует, и какая цена сложилась, и аукцион был проведен справедливо. Это уже потом, видимо, под давлением, иначе сказать не могу, другой состав суда решил иначе, и уже в Хармаре. Поменяли судью. Да, поменяли судью. Это ведь тоже говорит о том, что здесь огромное политическое давление. Вот кто может заставить арбитражный суд перерешать? А мы еще знаем, что возникла мгновенно тут же проблема будущего ребеночного завода. А потом чуть не закрыли будущий ребеночный завод в городе Владивостоке, известные нам люди, но потом во время Думы, когда поменялся губернатор. Да, как ни странно, да. Оказалось, что можно, в принципе, с лицензией работать. В самом деле, вот это дело, мне кажется, образец того, как вот из него торчат интересы людей, связанных с политикой. Вот хорошо видно, что как только какая-то инстанция принимает решение не в интересах этих людей, они, вот происходит давление, и меняется состав суда, меняется судья, или суд вообще переносится из Владивостока в Москву. Ну, я человек дотошный, давайте еще раз я вернусь к экономике. Итак, наш мэр обвиняется в том, что он нанес ущерб казне города Владивостока тем, что вот якобы, вот благодаря всему разному прочему, закупали по завышенной цене. С завышенной ценой мы разобраться не можем, потому что она была чуть выше, в отдельные годы выше, чем средняя, а в отдельные годы ниже, чем средняя по рынку. И к тому же, что такое средняя по рынку? Если у вас в Владивостоке цена на квартиру вот такая, в Лесозаводске цена, насколько ниже цена на квартиру? Это раз в пять, наверное. Да, разные районы, наверное, есть, можно, я знаю, что есть квартиры, в которых можно просто заселиться и жить бесплатно. Да, в Владивостоке, условно говоря, ну, 3-5 миллионов, в Лесозаводске, наверное, миллион, ну, 2 миллиона. И нам говорят, вы должны были в Владивостоке купить квартиру по цене средней между Лесозаводским и Владивостоком, ну, это же абсурд. Но мы не должны забывать, что, опять же, иностранный факт, есть цемент, который заводится из-за рубежа. Сравнивать, допустим, китайского производства товар и российского, ну, несколько... Да, еще сравнивать, допустим, с зарубежными ценами, ну, это тоже нереально. Но вот, тем не менее, следствие посчитало, что формально основания есть. Второй сложный момент. Они стали говорить, что Восток-Цемент был монополистом. А я посмотрел цифры, которые рассматривал еще первый абитражный суд, и оказалось, что Восток-Цемент побеждал, в общем-то, в 40 случаях, по-моему, из 80. То есть, он явно не в большинстве. Восток-Цемент. Возведен арест, и было показано, так сказать, воочию всем, что вот, смотрите, стало понятно, что это будет очень жесткое, если не жестокое дело, да, и расправа будет, ну, соответствующая. А почему вот это было? Это что, вот, Игорь Пушкарев попал еще, вот мы перебирали все мотивы, он попал под волну этих компаний с арестами крупных, так называемых, взяткодателей, я говорю сейчас, взяткополучателей, да, по компании борьба вот с коррупцией. Совершенно верно. Включил его имя в число вот этих самых главных врагов государства. Да, вот смотрите, во-первых, да, сейчас всплывают факты, что, и совершенно спокойно-то в судебных документах это утверждается, там есть расклады, да, что за Пушкаревым следили фактически все время, пока он находился во власти в мэрии. Он сказал, что, да, прослушивали его телефоны. Вот представляете, человек приходит, да, выигрывает выборы, и тут же начинается просто презумпция виновности, невиновности. То есть, если ты становишься мэром, ты однозначно виноват, да, так, что ли, получается? Получается, да, что управление ФСБ Париморскому краю тут же включает тебя в список опасных субъектов? Ну, наверное, да, так выходит. И ждет, когда ты ошибешься. Кстати, господин Веркиенко, новый мэр Владивостока, на встрече, там, это публичная информация, он на встрече с горожанами, как-то сказал, я там участвовал, он говорит, вы не представляете, мне уже, что ли, самому приходит это сухари сушить? Уже, я почистил лестницу одну, приходит с прокуратуры представление, что эта лестница принадлежит школе милиции, да, бывшей. А зачем вы почистили, растратили государственные деньги, там, на чужое имущество. Да, да, это неразграниченность. Ну, у нас снова Галина Ивановна на связи, Антонец, сейчас мы ее послушаем. Галина Ивановна. Да, здравствуйте. Вы в добром здравии, я прошу прощения, что вот мы вас беспокоим, вы немножко прибавили, но я вот... Чрезвычайно вам признательны, что у вас нашлось мужество с нами поговорить, но это очень важную тему. Вот я еще вас прошу, как вы думаете, вы упомянули ЕСПЧ, то есть Европейский суд по правам человека, вы говорили о том, что очень много нарушений обнаружилось и в ходе следствия, в ходе самого процесса судебного есть нарушения? И есть ли у Игоря Сергеевича шанс, что суд будет скорее справедливым приговором, нежели чем законным? Как вы думаете? Вот очень хочется верить, что он будет справедливым. И в принципе, если про это, скажем так, писать, как то, что он делает, привлекать внимание, даже пусть так через соцсети, какую-то обратную связь иметь с жителями, с читателями, то, наверное, шансы повышаются. То есть общественное мнение, вы считаете, важный момент, который... Конечно, очень важно, потому что, когда... Посмотрите, как тихо все это идет смирить. Ни одно СМИ центральное по процессу не пишет, который, в принципе, идет уже только зачитывание материала в дело уже, который нет. Я вижу короткие заметки, допустим, в «Известиях», очень короткие. Случилось то, случилось то. Очень короткие, да. Такое ощущение, как будто нет. Помните, когда в Васильевой был процесс, как все писали активно. И чем кончилось дело Васильевой? Вы нас настраиваете на оптимистический лад. Да. Оно кончилось изначально, скажем так. Оно не только кончилось, оно и развивалось. Там Васильева выпустили. Выпустили. Извинились. Ну, под домашний арест извинились, да. Домашний арест, посещение магазинов, саун, солярий и тому подобное. Ей нужно. Ей нужно было. Да. Хотя воровала она намного больше. Вот. Обвинения были здесь в данном случае. Нарушений много. Нарушений, ну, опять же, если мы говорим в полицию СПЧ, человека держат в клетке каждое судебное заседание. Это тоже неправильно сейчас, да? Это тоже неправильно. Есть, конечно, есть решение Европейского суда, которое говорит, что это унижает достоинство человека, что его ставят в разряд преступников, хотя он еще не обвинен. То есть очень хорошее такое есть красиво прописанное решение. Я вот уже приводила его как-то в фейсбуке, где писала про это дело. Вот. То, что сейчас вот они перешли просто в оглашение материала, сделав название документов. На мой взгляд, это неправильно, это нарушение. А вот вы слышали, что они собираются свидетелей уже не приглашать, а просто их зачитывать показания? Насколько это с законом ладит? Ну, я считаю, что незаконно, но вот пока этого нету, еще рано говорить. Это пока только так вот, скажем так. Рациональное предложение. Да, это пока еще не принято, это пока еще не рассмотрено. Решения по данному ходатайству нет, поэтому неизвестно, как будет. И вот в данном случае я верю в то, что суд не пойдет на это, конечно. Просто это прям явное нарушение. И причем это же предложение со стороны обвинения, да, чтобы упростить процесс, удешевить его, ускорить вынос решения. Давайте не будем приглашать свидетелей, давайте вот мы их зачитаем, чтобы их не надо сказать. А ведь это обыкновенная практика, что показания свидетелей данные непосредственно при судебном слушании, они очень сильно разнятся с тем, что человек дал следователю, когда человек записывал. Вот, а бывает даже, что человек говорит, да я же такого не говорил, я же говорил другое, да, и подпись не моя. Поэтому, конечно же, нужно свидетелей заслушивать, надеясь, все-таки суд здесь примет, скажем так, достаточно разумное решение и свидетелей пригласит. У нас есть прецеденты, что суд выносит совершенно неожиданное решение, основываясь на том, что в ходе следствия были допущены невероятные процессуальные нарушения. Или все-таки у нас на это закрывает глаза судей. Ведь пока дело идет, по-моему, по такому принципу, что адвокаты каждый день указывают на огромное количество нарушений закона, допущенных следствиям. Есть такие прецеденты, но они, скорее всего, исключения из правил. Ну, это хорошо, хоть... Это примеры? Да, они есть. Да, ну, последний вот пример, когда вот это просто показательное решение по Галине, да, Кротова, которая признана невиновной, когда вот она убила своего мужа в драке, ну, там, он ее душил. По находке, да? По находке, да, ведь это уникальное решение. Там тоже вот Елена Соловьева, адвокат, рассказывала, что там тоже свидетели приходили в суд и говорили совершенно другое, что записано было в материалах дела. Интересно. Это тоже в итоге помогло, что непосредственно люди приходили и рассказывали абсолютно другие вещи. Ясно. Галина Ивановна, спасибо вам большое, поправляетесь. Я думаю, что мы еще в студии с вами поговорим. Ага, всего доброго. Я не знаю, честно говоря, или мы здесь собрались все в городе Владивостоке, люди, которые не верят нашему следствию. Ну, вам-то понятно. У вас фамилия Пушкарев. Я, честно говоря, тоже не на стороне обвинений. Мне тоже это дело кажется чрезвычайно сшитыми белыми нитками. И это хорошо видно на том примере, насколько оно срежиссировано. Да, вот мы с вами говорим, вдруг откуда-то пресса за день узнает, что будет громкое дело в Владивостоке, и их высылают, высылают в город Владивосток. Я помню, как вот нам пытались показать, как вот телевизионная группа врывается вместе с оперативной группой в дом Пушкаревых рано утром, точнее в 5 утра, и их радостно ищет, а что бы показать? Что они нам показали? Они нам показали золотую авторучку на миллион рублей или что-нибудь еще? Нашли деньги в коробках из-под обуви, нет, в коробке из-под ксерокса, в коробке из-под телевизора, нет. И диван, набитый купюрами там, например. Нет, да, золотого унитаза нет, коврика со словами «Путин перед унитазом» тоже нет, как было в одном случае с нашим героем в Владивостоке. Ничего нет. А ведь они заранее хотели, могли бы подложить, что называется. Да, это все поражает. Я могу сказать честно, зная некоторых людей, которые не были сторонниками Игоря Пушкарева, как мэра, и всячески его критиковали, которые сказали, теперь мы на его стороне. Это просто оскорбление, унижение там человека и оскорбление, ну, приморцев, владивостокцев, дальневосточников. Совершенно верно. Вот я хорошо помню, что по некоторым случаям, когда следствие говорит нам, что вот есть такой чиновник, он взяточник, мы вздыхаем с облегчением, мы на стороне следствия, на стороне обвинения. В городе Владивостоке все получилось ровно наоборот. Вот когда прошла первая оторопь после задержания Игоря Пушкарева, когда появились все-таки документы, рассказывающие, за что он задержан, по каким основаниям, когда выяснилось, что пострадавшего в деле нет, что Восток Цемент простил эти долги, что мэрия не является пострадавшей стороной, что ущерба городу нет. И когда следствие, пытаясь сохранить дело, начало говорить, они друг другу давали взятки неизвестно чем, неизвестно когда, неизвестно. Вот все это мне говорили. Причем в день, когда люди находились в разных городах, причем даже за рубежом, да, насколько я знаю, в Сеуле брат находился. Ну, он мог перевести, сделать транзакцию, карточку Сбербанка. Вот ужасно, когда, конечно, вот следствие, я понимаю мотивы этих людей, да, у них крупная дичь. Им хочется ее подстрелить и получить приз, новые награды, новые повышения послуживания. Ну, представьте, что будет, если это все не подтвердится, и суд скажет нет. Сколько должно полететь голов, там, звезд и так далее. Я представляю, именно поэтому для меня было такой вот лакмусовой бумажкой, что ответит Верховный суд на предложение обвинения Генеральной прокуратуры перевести подсудность дела, слушание дела из Владивостока в Москву. Вот тогда Верховный суд мог сразу сказать, нет, ребята, это нарушение всех законов. Но Верховный суд, видимо, на него тоже есть давление. Ну, мы знаем, да, известный вот этот ролик, заснятый мэром там подмосковного города. Ой, хорошо, что вы сейчас напомнили. Ну, скажите. Ну, я, так сказать, подробности уже не помню, на фамилии и так далее. Ссылка на людей, да, и, соответственно, очень известных, связанных там с очень высоким руководством в прокуратуре, в Следственном комитете и так далее. И, соответственно, запись голосов, да, которые там уверяют, что это заказное дело, что это, так сказать, в конве других дел громких, которые происходят в России. И, что поразительно, да, хотя бы какая-то проверка была бы проведена. Нет. Никто не прокомментировал, никто не занялся. Я сейчас тоже чуть подробнее скажу, я просто напомню, мы об этом говорили. Глава одного из подмосковных городов, ему предлагают уйти в отставку, и его так уговаривают, что к уговорам подключился даже начальник управления ФСБ, очень большой генерал в Москве. И уговаривая уйти этого подмосковного мэра, он говорит, ты знаешь, вот за нами такие дела, вот там гейзеры посадили, этого, и даже того в Владивостоке, которого на руках носили, и то мы его сняли. Это как реклама позвучало. Это реклама позвучало, что мы все можем. Мы все увидели, да, как производится арест, он совершенно никак не похож на аресты, там, министров, капиталистов, чиновников, Минобороны и так далее. Это нас осторожило и обидело сразу. Да, которых там на ручках выносили, там, это давали им возможность ходить по магазинам. Конечно, тут сработал, может быть, этот фактор, конечно же. Протест против противополюбивости. Да, еще раз повторяю, я знаю людей, которые стали сторонниками Бушкарева уже после этого. Потом сработал, конечно, эффект, так сказать, наших бьют. Вот это очень характерно для дальневосточников, прежде всего. Мы своих в обиду не всегда даем. Да, мы как бы свой анклав, там, понятно, наши свои там. Тем более, когда пошли вещи, там, что не доверяют нашим судьям, не доверяют нашим свидетелям, не доверяют нашему тому и тому. То есть, конечно, все насторожились и, в общем-то, все поняли, что это жутко-жутко несправедливость. А добрая эта память от Игоря Сергеевича остается в городе? Как изменился Владивосток за годы его правдения? Вы знаете, когда мне повезло, да, я был три года редактором городской газеты, да, и, кстати, ушел из-за некоторых разногласий с Игорем Сергеевичем. Да, и, казалось бы, нужно затаить обиду какую-то, тем не менее, как человек, так сказать, объективно, я могу сказать, что это был человек, ну, может быть, который можно назвать, наверное, уникальным, да, как мэра. За последнее время сидели все череды наших мэров. Да, у него много получалось, некоторые вещи у него получались, некоторые вещи, как история с елкой и так далее, выглядели просто, да, удивительно. Но, тем не менее, очень много он делал. И этот человек, который, могу сказать, что он не просто добросовестно выполнял свою работу, на мой взгляд, он, это человек, который просто горел работой этой. То есть, совершенно спокойно можно было в 6 утра там встретить на какой-нибудь стройке, далее в 5 утра у него иногда выезды были утром. Перед тем, как ехать на работу, он убежал к какие-то объекты. И рабочий день, понятно, что заканчивался часто далеко за полночь. То есть, и видеть потом некоторых там руководителей края, да, которые позволяли себе нежиться в кровати там или в фитнес ходить до 12. Ну, уж извините, конечно. Все понимали, что этот человек, который что-то хочет именно сделать для родного города, все понимают, что эта идея заряжена, это и горит, да. И, ну, как бы за это можно только благодарить. Даже, я знаю истории там, когда его за хорошие, добрые дела ругали, например. Вот я участвовал в круглых столах, там были, да, там, когда автобусы пошли, да, и... Когда были закуплены муниципальные автобусы. Маны, маны, да, пошли, там, может, бабушка звонила, например, говорит, а вот до моего дома, почему, вот, я на горе живу, почему автман что-то не пустил? Почему к нам не пустил, да. Да, вот она там ругалась очень грязно, сказать, в адрес Сан-Мэра. Да, ну, я думаю, что сделана огромная работа, да, мы видим, что саммит АТС тоже был проведен, да, при мэре Пушкарева, там, мосты эти появились, и, в общем-то, как не помнить, что мэром в этот период был мэр Пушкарев, да, это целая история. Конечно, конечно, я тоже вот так думаю, что, с одной стороны, Игорю Сергеевичу повезло, что именно при нем пришелся вот этот огромный поток федеральных денег, с другой стороны, я даже думаю, что он был специально для этого отобран из числа других кандидатов, он выиграл, он прошел согласование, он был тем мэром, при котором федеральное правительство дало эти деньги нашему городу, это важно. И вопросов к нему не возникло после того. Не возникло. И что-то, там, где деньги опаздывали, он подключал, как мне кажется, компанию «Восток-Цемент» и говорил, ребята, надо, это надо для города. С оплатой подождите. С оплатой подождите, и более того, да, он загнал свою компанию в долги на почти на миллиард, на 800 миллионов, потом эти долги компания простила, то есть это тоже его подарок городу. Поэтому мы не знаем, чем кончится суд, но я очень надеюсь, что, по крайней мере, в народной памяти и в общественном мнении Игорь Сергеевич останется невиновным. Мы уже будем надеяться, что судебные премии, которые вот уже начнутся, я надеюсь, осенью или ближе к зиме, покажут полную несостоятельность обвинений и все ошибки, которые были допущены в ходе следствия. И если сейчас есть, у нас есть минут 15, секунд 15? 15 секунд. Я напомню, что у нас есть пример. Вам известен Леонид Коротков, бывший губернатор Благовещенска, которого нужно было снять, его сняли, его обвинили в том, что он потратил казенные деньги на футбольную команду, его судили, и суд его оправдал. Правда, это было давно. Будем думать, что в данном случае судьи будут выше всех политических интересов. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова